Нейрографическая линия – это та линия, которая идёт не туда, где я её ожидаю увидеть, и на каждом своём участке она не повторяет себя. Новый путь линии формирует новые нейронные связи. На этом простом принципе строится нейрографика – современный метод работы с подсознанием с помощью рисунка. По словам психологов, изображение не должно быть сложным. Здесь используются всего четыре базовых элемента. Круг, квадрат, треугольник. И нейрографическая линия, которая объединяет эти фигуры, на каждом своём участке она себя не повторяет. То есть мы выходим из рутины, выходим из того болотца, в котором мы находимся, и не можем достичь желаемого. И вот когда мы идём по новому пути, тогда у нас всё хорошо получается. Геометрические фигуры в нейрографике являются символами. Треугольник означает развитие, круг – гармонию, квадрат – стабильность. Все эти вещи рисующий человек пытается привлечь в свою жизнь. И, кстати, выбор цвета тоже важен. Хотите любви и нежности, то вам необходимо одеваться в розовый цвет, допустим, и использовать вот эти вот нежные цвета. Движение, рост, развитие – голубой, зелёный. Если вам хочется мудрости, покоя, равновесия, гармонии, то это синий, чёрный, фиолетовый цвета воды. Особое внимание в нейрографике уделяется углам. Они символизируют жизненные конфликты. По словам психологов, каждое пересечение линий нужно закруглять. Так Москучится решать конфликтные ситуации. Анастасия, что вот внутри происходит? Есть ли какие-то вот сопротивления? Мне кажется, что есть какое-то сопротивление. Есть сопротивление. Во-первых, мне не нравится, что так много углов. А кто их создал? Кто создал конфликтные ситуации в жизни? Нейрографика относительно новый подход его разработал художник и психолог Павел Пискарёв в 2014 году. С каждым годом у этого творческого метода, позволяющего с помощью рисунка решать психологические вопросы, становится всё больше поклонников. Ведь это очень доступный и весьма действенный способ улучшить свою жизнь. Иногда достаточно бывает 5 минут, чтобы снять какой-то стресс, разрешить какую-то конфликтную ситуацию. Это действительно достаточно 5 минут. И нужен маленький листочек бумаги и карандаш или авторучка, всё, что у вас есть под рукой. Ну всё, вот я и закончила свой первый рисунок нейрографики. Он получился таким же ярким, весёлым, как мой сегодняшний день. И я советую всем зрителям нашего утра попробовать такой способ рисования. Он действительно снимает стресс и помогает улучшить настроение. Анастасия Кныш, Павел Головин. Наше утро.